друзья всем привет готовимся носить касс по пшенице вулканом приехала сервисная служба от влс агра сейчас будем цеплять вулкан как я и говорил раньше будем цеплять бочку наперед на трактор ну и покажут нам как ей работать система сейчас чуть-чуть неудобно поставили селку позже загоняли разворачиваем чтобы подцепить на трактор влс аграции влс 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 пытались хотели мы сами делать рамку наперед а оказалось на волосы аграх все предусмотрен Ничего выдумывать не пришлось. Всё у них есть. Держу валют. Ты всё можешь отпускать. Посмотрим как работает дрель. А металл удобно её сверлить? А это для дерева, да? Нет, для металла тоже. Хорошее сверло, видишь, на все случаи живёт. Да? Удобно. Я ещё не купил. Накручивается. Как раз хорошо обводный. Друзья, я хочу напомнить. Я говорил в прошлом ролике, что будем разыгрывать в воскресенье подарки. Там термоса, которые Петя нам прислал из Америки. И Владимир Лукич нам дал 10 мангалов на розыгрыш. Вот Велосагра делает такие из нержавейки. Я их и раньше разыгрывал. В общем, Владимир Лукич, директор Велосагра дал нам на розыгрыш 10 таких мангалов. И вот такую вот сковородку. Он дал нам парочку. Вот они ещё для нас сделали такую сковородку. Это крышка. Тут, наверное, в крышке больше 10 килограмм. Обычно такие сковородки из дисков делают, да, бушных. А это, я смотрю, полностью из нового металла сделано. Вот эти ножки укручиваются. Такая верх имеется. В общем, в это воскресенье разыграем ещё вот такую вот сковородку одну и 5 мангалов. А уже через неделю там решим. Остальные призы разыграем. Остальные 5 мангалов. В общем, победителя мангалов и сковородки будем выбирать вот под этим видео. Люди оставляют под этим видео комментарии и программа случайного победителя выбирает. Но вы в курсе. Надо быть подписанным на Велосагра. Поставить лайк под этим видео и оставить любой комментарий. В общем, желаю всем удачи. Я думаю, такие призы кому-то пригодятся. Особенно я заметил в комментариях. Писали в основном девушки. Классная сковородка. Ну, они готовят, им нравится. А уже мужикам мангалы. Ну, а мангалы очень удобно брать с собой машину. Раскладываются. Это очень просто. Сложил. Вот. Компактный мангал. Он тут нестильно скрученный. Вот. И все. И в машину положил. Вот это у него такой цвет. Это сверху пленка такая. Пленку отдирайте и он блестит как зеркало. В это воскресенье мы разыграем призы из Америки. Там термоса, термокружки, набор ключей. Вот такие вот ключи. С трещоточками. В общем, кто видел видео с распаковкой из Америки в курсе о розыгрыше. Желаю всем удачи. В зависимости от нормы мы устанавливаем сюда дозирующую шайбу. А от какой нормы до какой нормы подходит эта шайба? Эта шайба от 130 до 180 литров. А у нас будут такие шайбы еще в комплекте? Да, у вас в комплекте есть. А, тут уж не сами. Тут у нас есть зуби, вот оно весело. А, прокачаем, да? При помощи приложения мы можем задать наши исходные данные, которые нам нужна норма, рабочая скорость и все. И программа нам выдает, какого цвета нужно установить. А, нам программа покажет? Да. В зипе есть руководство по QR-коду скачать приложение. Там все расписано четко, какие параметры в такую строку вставить. Они отличаются вот этим вот диаметром отверстия в середине. Вот это маленькое такое отверстие? Ух ты. Держи. Антон, тут еще и фильтры есть? Да, снизу стоит такой фильтр. А, как он меняется? Он тоже вытаскивается. Вот снимаешь вот это. Ага. Вот так снимаешь. Вот он, фильтр, видишь? Ага, понял. Тут, получается, сразу идет фильтр самый главный, правильно? Что там у нас не подходит, да? Да. Да. Что там, наверное, на банке у нас есть? GPS-антенна на трактор. Сейчас пластина толстая. Куда ты водить ее хочешь? Назад? Да. А где он на ухо кабину снимает? На вот эту ухо? На вот эту ухо? А там есть болты и все. Да. Одно внимание. Вау. И получается пол. Сейчас я просверлю, наверное, двенадцатую. Шайбу большую. Поставили навигацию. Поставили насос. Вот этот датчик, когда навеску поднимаешь, я уже говорил. Типа навеску поднял. КАС перестал подавать. Сейчас будем заводить, выезжать, наполнять бачок водой. А потом, как потестирую, промоем тассолом. Купили тассол, специально 30 литров. Потому что морозы еще обещают, чтобы она совсем не размерзлась. Это уже сразу. Я понял. Спасибо вам. Спасибо. Применяем. Извини. Сразу открою. Куда протянуть? Покор pay. Сейчас платят в том, что еще раз я бы жила. Голосы. Скоро обездают. Отсо. Типа. Рецепт. Покорки развязываются. Круто завязываются. Очень сильно. Что? Насос ставят USA, Америка, шланги я читал, тут итальянские. Маден Италия. В общем, комплектующие не жалеют. Система контроля, подачи газа, рекорд. Не только контроля, но и система управления выделок. Ну полностью управление, рекорд, это одна из лучших в Украине. А это одна из лучших или единственная в Украине? Это самая лучшая. Да, аналоги есть, но на сегодняшний день лучше этой системы Нью-Куба. Собираемся мы тоже рекорд-отселку тебе ставить, потому что старая вообще не будущая. Посмотрим, может поставим рекорд. Сейчас буду вкладывать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. По винограду. Едем заправлять воду. Сейчас полбочки наберем. Я думаю, хватит нам протестить. На заводе делают еще 10-метровые, 12-метровые. Только уже те прицепные будут. Писали люди, что трактор свечкой станет. Ну, как видите, я думаю, бочка впереди. Вообще все будет нормально. По крайней мере, мне так кажется. Естественно, если сзади, то вес, конечно, хороший был бы. То на 150, плюс бочка полная. Килограмм 600, не меньше. Чтобы было тяжело. А так... Расскажи, что-нибудь интересное. В общем, ты говоришь, если ты едешь и остановился, то из-за подачи подачи жидкости. Принудительно у нас отключается на разворотах. То есть у нас есть движение, да? На разворотах мы, поднимая агрегат, установили концевой выключатель. То есть GPS видит скорость движения, но при этом концевик уже сработал и отключил подачу жидкости. Я уже показывал. Вон он. Срабатывает. Ну а здесь вот фильтр, это как грубые очистки или центральные просто идёт? Да, это фильтр грубой очистки. Также здесь присутствует фильтр тонкой очистки. Прямо там? Вот он с этой стороны. А, он ещё один, да? Это после него уже идёт? Да. То есть у нас с бака подаётся жидкость фильтр. С фильтра идёт уже на насос. С насоса у нас подаётся касс непосредственно уже на обратный клапан. С ним мы регулируем давление, которое у нас создаётся в системе. Дальше у нас идёт через фильтр тонкой очистки, расходомер и уже непосредственно на дозаторе. И тут ещё фильтра свои есть, да? Да, в каждом дозаторе присутствует. Ещё ближе его подожку он выглянет. Ага. Слушай, ну а если допустим я выставил на 130 литров, он в литрах фиксирует или в килограммах? Я выставил на 130 литров. Если я еду допустим 8 километров в час, а захочу там в 5, то норма всё равно не меняется? Нет, ну у тебя ж ты меньше едешь, тебе надо получается не так много выливать скорость движения у тебя. Ну а тут же регулируется на автоматом всё? Конечно. То есть я еду в 8-5, а норма будет всегда одинаковая? Конечно. Ага. Ты выставляешь норму литров на гектар. Угу. Понял. У тебя система показывает сколько ты вылил на гектар, сколько ты вылил моментально, сколько ты вылил в общем там допустим за рабочий день. точно так же как на сейлках, на системе контроля там есть поля и выбираешь. При этом ты видишь по, можешь даже увидеть по каждому рабочему органу отдельно. сколько вылил каждый рабочий орган. То есть в процентном соотношении, мало ли бывает. Если где-то что-то забьется, нам будет каждый показывать, да? Сразу покажет, да, механизатору. Ага. На который... А иголку показывают отдельно? У нас всё. Закачали воду. Условно касс. Систему. Видите, поднял, подача прекратилась. Опускает, подача пошла. Ага. Вот это наш распадомер на каждой. Вот смотри, тут видно, что уже полностью вода. А здесь ещё как воздух, да? Да. Примерно гектара хватает для того, чтобы... Ага. Вот. 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 Расслантин. Вот. Расслантин. Сделали мы уже 3 гектара. за 150 л. нога. 14 Литров в час. 14 Литров в час. В общем, тестируем. Холод. На улице холодина, капец Утром тепло было, рано утром А сейчас сыро В общем, пока пообедали И сосульки берутся Морозец хватает Разморозить В общем, не успели заметить Как мороз резко Вроде бы тепло-тепло Тут бах, смотрим сосульки Надо срочно промывать Срочно помыть Вот так вот Срочно-мороз Par Срочно-мороз ты Срочно-мороз? Срочно-морозу В общем, тут бах Срочно-морозу Будет бах Срочно-морозу В общем, залили топсол, промыли систему. На градус таки 0 показывает, но замерзает мгновенно, даже вряд ли замерзает. Шолком не успели нам показать, как работать, что там мгновенно похолодало. И завтра днем мороз стоит уже минус 4-5. Будем ждать тепла. В принципе, все подсоединили. Осталось только нам показать, как работать, и все. В общем, дождались тепла. Приехали в ЛСА. Едут сейчас в какое-то хозяйство. Там две машины кто-то купил, две 12-метровые будут запускать. И заодно к нам заехали показать, рассказать на видео. Приехал еще представитель рекорда, который сделали вот эту систему. У них датчик скорости. Мы сейчас не едем, потому что скоровато. Подсоединили такой датчик. Типа скорость, да, показывают? Ну, делают. Это эмулятор скорости. Он позволяет проверить машину на месте. То есть, не выезжая, сымитировать движение машины, чтобы проверить основные какие-то возможные дефекты, несправности. Ага. Все, я не мешаю, я не мешаю. Можно было пожить, заехать, попробовать. Смотрите, уже стукла почти. Некоторый снег лежит. Пошла вода. В общем, так работает. В нижнем положении бежит так постоянно. Позором не задыхается. В общем, сейчас примерно стоит 120 литров на гектар. Я только что спросил, как они выставили. Я им говорю, а что, вроде бы, как давление слабовато? Он говорит, ну, во-первых, 120 литров на гектар, да, немного. И, во-вторых, говорит, когда в земле, будет больше давления создаваться из-за того, что отверстия будут в земле. Сейчас же оно все в воздухе. Сейчас уже всю воду выгоним. Вот, видите, одна, походу, забита. А можно на секунду? А вот, смотрите, одна забита, да, получается? Или что это красная? Смотрите, сейчас выбил ошибку. Обрыв связи с GPS. Мы его просто отключили за то, чтобы подключить на его место эмулятор скорости. Ага. Когда в нем что-то попадает, либо иглы находятся в момент перекрытия. А вот это норма, да? Это фактически достижимая норма. Сверху норма, которая устанавливается. Мы ее можем прямо сейчас поменять. Скажем, 140 литров. Вот. Система приняла новые значения. И плотона гардируется. Новая норма. Они сами подают подачу, как надо, да? Да. Именно поддерживают, независимо от скорости. Сейчас эмулятор скорости нам дает 9,3 км в час. Если мы ее не сменим, система тоже подстроится под условия работы и отрегулирует. А если я сейчас обороты сделаю меньше двигателя? Это уже зависит от производительности помпы. То есть, может, холостык может наступить такой момент, когда помпа не выдаст то количество жидкости, которое необходимо для поддержания влаги. Сейчас можно поэкспериментировать, можно сбросить обороты. Вот. Мы видим, что сейчас расход жидкости пока такой же. Справляется, да? Пока справляется, да. То есть, вот. Сейчас уже... Ну, в принципе, да. Пока на данном этапе хватает. Вот даже при таких оборотах можно работать, да? Да, конечно, да. Понял. Здесь специально стоит бомба Hi-Pro 1700, у которой на номинальных оборотах производительность около 90 литров в минуту. А это у вас американская бомба, да? Да. Этого более чем достаточно. Я не прошу исключить какие-то провалы на пониженных оборотах, когда, например, механизатор работает, но натяжка, потому что не всегда возможно удерживать номинальное число оборотов. То есть, вот смотрите, вот тут... Это... Это что, вот красный... Ой, что я нажал? Ээээ... Это окно. Здесь можно снять с контроля, допустим, рядовки, и, в принципе, есть сервисная информация. Это я на рядок прям нажал, да? Да. Ну, там, на цифру смотрят. О, сейчас уже вода заканчивается, наверное, да, пока? Сейчас либо вода заканчивается, короче, да. Да, там мало воды. Во всем рядам пошли ошибки. Ты скрещена. А если там сейчас вода закончится, он хапанет воздух, его потом легко будет выгнать? Эээ... В принципе, сложно... И лучше не допускать? Сложностей не должно быть, но лучше не допускать. Почему? Потому что придется работать потом, включить слив, немножко прокачать. Да. Средственно, чтобы выгнать излишки воздуха. Либо же в начале старта тогда, ну, получится какие-то прогаленные в работе. А как вот, допустим, тут 11, вот это 12, 13, да, получается? Да, здесь, условно говоря, через несколько рядов указано, для того, чтобы не загромождать. А нам надо там пронумеровать их, да, каждую, чтобы мы знали для себя? Ну, желательно, да, но они как бы последовательно подключены, то есть первый ряд, точнее, задний ряд, это левая сторона, а передний ряд, получается, правая сторона. А, я уже забыл как глушится. Выключил? Да, я сразу выключил, я забыл уже как глушится. В общем, воду вылили. Да, еще хотел показать, значит, система ведет статистику равномерности внесения по каждому ряду. Вот, показывает, сколько литров прошло, сколько аварий произошло по каждому ряду. Вот это столько аварий? Да, но авария, это когда забивается рядок, допустим, да, и льет меньше. Ну, это может быть из-за того, что сейчас в конце вот это было? Да, да, конечно. Видите, сейчас до сих пор, и сколько метров? Сейчас до сих пор бегут метры, вот, потому что система видит скорость 9-3 км в час. А, там же стоит этот контроль. Эмулятор работает, да, система считает, что мы до сих пор едем, то есть набирает метры, пройденные в аварии. То есть, если, условно, механизатор видит, что у него рядок забился и все-таки работает, это потом будет отображено в статистике, вот, и этот факт скорее будет. Представлю, это же представители рекорда. Алексей. Да, это же они создавали эту всю систему. И всю эту информацию здесь 8 рядков, остальные рядки можем также просмотреть. Для удобства есть визуальное представление равномерности внесения. Вот, то есть, вот такой вот график. Здесь вот мы сразу видим проблемные ряды. Это те ряды, на которых у нас, возможно, были шайбы забиты, возможно, воздух выгонялся. Вот, и в целом сейчас установлено окно плюс-минус 5 процентов. Вот, и мы видим, что какие ряды у нас вложились в этот диапазон, какие нет. Вот этот даже чуть-чуть больше, да, норма? Этот, да, перелил. Просто суть системы такова, что она поддерживает общую норму внесения и отображает равномерность. Это в литрах показывают? Да. Тут вылило 13,9, тут 15. Да. И отклонение по процентам. Вот, то есть, если какой-то рядок не доливает, соответственно, какой-то ряд будет переливать. А ну, расскажите, вот, допустим, я еду со скоростью 8 км в час. Вот у меня там все выставлено. Я там притормозил, еду 4 км, а норма сохраняется, правильно? Из-за вот этого GPS, который... Ну, система в целом, если так грубо попытаться объяснить, работает следующим образом. Есть панель оператора, которая занимается визуализацией, да, как бы того, что происходит. И силовый контроллер, который управляет клапанами. Контроллер получает информацию с панели, сколько литров на гектар установлено. Получает информацию от GPS антенны, с какой скоростью машина двигается. И информацию от главного расходомера, сколько литров в минуту через него проходит. А GPS хорошо работает, если где-то в балочку заехал? Да, GPS антенна, она пассивная. Большинство GPS антенны, они как бы не работают не за того, что нет сигнала, они работают, например, с поправками. Точная навигация требует, допустим, поправки для того, чтобы иметь улучшение позиционирования. Сама GPS антенна, допустим, такая, как наша, и в целом имеет точность позиционирования, там, метр, там, 50 сантиметров. Для увеличения точности используются поправки, РТК станции, они работают с GSM сигналом. И тут не важно, потому что мне там одни писали, типа, что не посередине. Здесь не важно, мы с нее берем только скорость, да, то есть она нам отчисляет скорость движения. Контроллер, получив всю эту информацию, принимает решение, как управлять дозирующим клапаном. Он его либо прикрывает, либо открывает. То есть таким образом дозирует количество жидкости, которое необходимо подать уже в коллекторы для распределения. И затем жидкость, попадая уже в коллекторы для распределения, проходит через расходомеры дозирующие шайбы. Идет в ряды. Соответственно, благодаря секционным расходомерам мы видим равномерность внесения. И можем контролировать этот процесс. Поскольку говорить о точности внесения, о эффективности работы удобрения невозможно, если их не внести качественно. Ну вы там пришли, сразу почистите, говорите, одна забита. Тут прямо показалось, она полностью была... Да, она была внизу, да, упорщая. То есть, соответственно, когда есть проблемный ряд, рядок лежит внизу, моргает красным и выдается сообщение, что тот или иной ряд выливает ниже нормы. То есть, Велисагра разработал основную часть конструкции, это рамы, это рабочие органы. Ну, в целом, это был их концепт такой машины. Мы для них, соответственно, спроектировали систему, которая позволяет работать с такими рабочими органами. Изначально мы разработали систему на электрических насосах. И система, которая была на клапанах, допустим, с механической помпой, как сейчас стоит, уже родилась тогда, когда появились какие-то запросы, потребности. Соответственно, мы, как бы, пришли к этому проекту совместно с Велисагра. А на 12-ти метровых, чуть-чуть по-другому, да, система работает? Нет, система работает так само, там просто немножко другие объемы, габариты. Там уже стоит помпа с гидравлическим приводом. А помпа другая только, да? Да, другая помпа. Клапанная система стоит, в принципе, та же. Другой расходомер стоит, потому что там диапазон у него другой. Ну и, соответственно, большее количество рядов. Ну, вы сейчас вместе с Велисагра едете где-то 12-ти метровые, да? Да, да, там будет запускаться 12-ти метровые машины. Угу. Ясно. Ну, в принципе, для знакомства, я думаю, достаточно, да? Что тут еще можно рассказывать? То уже в работе будет понятно. В целом система оснащена высокопроизводительным фильтром, который позволяет работать достаточно количество времени без перебоев, да, там не останавливаясь, его постоянно не чистить. Вот. Ну, как бы и работает автоматически. Включается при опускании машины. Вот. И наборе скорости больше двух километров в час. Если механизатор трактор останавливает, вот, соответственно, система перестает лить. Для работы необходимо два условия. Наличие скорости и переход. Ну, да, тут же получается, трактор останавливается, GPS срабатывает, и... Да, система... Подача, ну, прекращается. А если на разворотах, то GPS же скорость показывает, уже срабатывает эта штука. Да, концевик. Ой, ой, ой. Кстати, он сейчас вот демонстрирует. Сейчас работает эмулятор скорости, срабатывает концевик, и мы слышим, как закрываются клапаны. Таким образом, пресекая подачу жидкости. Ага. Понял. Один. Вот стоит эмулятор скорости сейчас. То есть вы его уберете, да? Да, он демонтируется. Сейчас он подключен вместо GPS антенны. Угу. Угу. Кардан. Для разбрасывателей. Вот. До тяжелой серии, там, для карданов, для измельчителей. Вот это предприятие Progress-K. Угу. А также у нас есть карданные валы с обгонными муфтами, с врученными муфтами, которые позволяют защитить кардан при любых условиях эксплуатации. То есть, например, обгонные муфты используют на сейлках, когда необходимо, например, отключать вал отбора мощности и дабы не передавать всю нагрузку инерции. Это типа на муфту соединяется, да? Как переходник или как там надо? Смотрите, есть разные. Обгонные муфты есть. Они как переходник ставятся, собираются. Есть уже в составе карданного вала, могут быть в виде вилки изготовлены. Вот. Соответственно, карданы с обгонными муфтами используются на машинах, там, где есть большие инерционные массы, которые необходимо разрубить при выключении вал отбора мощности, то есть, обеспечить свободное вращение, чтобы волн им не тормозить это все дело. И также есть фрикционные муфты, которые позволяют защитить карданный вал от перегрузки, там, например, на мучарователях, на измельчителях. Ну, в общем, вот эта ферма у вас занимается полностью именно с карданами связана, да? Да, это именно карданы для сельхозтехники. Вот. Торговая марка у нас Прогресс К, город Херсон. Ну, вы на выставках тоже с карданами? Конечно, конечно. Потому что я часто вижу именно с системами вот этими, ну, сигнализациями, а на карданы никогда не обращал внимания. Оказывается, это ваше. Это вы так случайно узнали, когда они в тот раз к нам приезжали и заказали себе кардан? Да, на свою продукцию мы даем гарантию, вот, на эксплуатацию. Ну, соответственно, при условии оптимального подбора карданного вала, потому что, как бы, пользователи должны понимать, что если маленький лёгенький кардан поставить на измельчитель, он его, конечно, поломает. Вот это бесспорно. В любом случае, обратившись к нам, мы дадим консультацию, вот, поможем подобрать необходимый карданный вал и, соответственно, его изготовим. Ну, мы взяли нашу, я проверяю, на 6 и на 8, правильно? Да, 6 на 8, данный кардан 6 на 8. Вот, этот кардан трубной конструкции, то есть, внутри профильная труба. А, далеко открыть его? Да, в принципе, можно открыть его. Вот, кто-то скажет, что карданы, например, лучше шлицевые, на трубе, ну, здесь, как говорится, палка в двух корсах. Шлицевой кардан вроде бы надёжнее, но он не ремонтопригодный. Кардан на профильной трубе, вот, он более ремонтопригодный, в каком плане? Профильную трубу всегда можно заменить, плюс его можно, например, укоротить. То есть, человек, который заказывает карданы, бывает так, ну, не уверен, ещё, например... Ну, вот, я скажу тоже, мы, когда звонили, точно не померили, и Вадик говорит, возьми, ну, такой размер, если что, обрежем. Ну, вот, это можно сделать. Со шлицевым карданом, как бы, такие вот дела не проходят. Поэтому, такой вот нюанс рассказал для тех пользователей, которые, например, опасаются брать карданы на профильных трубах. Ничего в этом такого нету. И это всё, все комплектующие. Его можно заменить, например, только внутреннюю, только наружную, или обе трубы, в зависимости от того, что с ними произошло. Вот. В общем, это как у вас, типа, рекорд, это одно предприятие, но вы и второе, да, ваше? Да, да, я работаю на двух предприятиях, и стараюсь и там, и там уделить внимание. А вы высылаете, допустим, по почте? Конечно, конечно. Работает у вас? Мы можем даже наложенным платежом отправить, немного отправляем, допустим, наши заказы наложенным платежом. А где, куда, допустим, вот это ваш сайт, да? Прогресс. Да, да. Прогресс. И телефон. Ну, как правило, большинство заказов делается по телефону, потому что подобрать, допустим, карданчик и точнить его цену, как бы, на сайте занимает некоторое время. Ну, что, вам сказать, какие выходы надо на сколько и какая длина, все, правильно? Ну, основная информация тогда, какие выходы, какая длина и что это за агрегат, чтобы понимать, какая мощность. То есть, в идеале, можно сказать, например, диаметр чашечки старой крестовины. Ну, на старом кардане померешь, диаметр чашечки крестовины. Либо же просто ориентировать, что это за машина, там опрыскиватель, либо же это будет мучарователь, то есть жадка. Вот, у нас есть очень различные вилки там под импортные, например, комбайны. Это и шестигранники, вот, 21 шлист, то есть, как бы, такие ходовые, используемые на импортной технике. А завод ваш прямо в Херсоне находится, да? Да, именно в Херсоне. Кто находится рядышком, можно, конечно, приехать и забрать с самовыгодом. Ложите. В общем, я в видео сказал, что будем на следующий год распродаваться. Так мне уже плуг заказали. Кое-что еще, какие-то уже сеялку заказали. Лучше у нас. Не, я буду торговать, свои люди. В общем, друзья, такое видео короткое. Уже сами не дождемся, когда выйдем в поле. Ну, сейчас еще рано, да, проехаться, протестировать? Тем более, а, допустим, оно как настроено на давление, вот, показывает норму? Допустим, КАС и вода, она будет по-разному показывать или оно все равно там устраивается? Ну, давление настраивается все равно. Ну, КАС немножко оплотнее, поэтому там давление будет чуть-чуть повыше. Угу. Система оперирует расходом с главного расходомера. Соответственно, у нас датчик давления, это больше индикатор для подбора дезирующей шарбы. То есть, если мы видим, что в работе у нас давление растет, допустим, слишком высокое, там 4-4,5-5 бар уже, то нам необходимо поставить дезирующей шарбы немножко больше. Еще хотел уточнить, мы же хотели примерно 130 килограмм. За что стоить? От 100 до... 30? Нет, от 100. А вы от 100 поставили? От 100 до 180 у нас эта шайба. А, то я вот тогда услышал, вроде бы, как 130. Все, понял. Все, что вы от 180, у вас есть в зипе запасы. Да, там филет у вас шайба. Другого цвета. Потому что сосед просил, он хочет 200 килограмм. Ну вот, там театр. Угу. Филет у вас шайба. Такое коротенькое видео, как подсоединили, показали примерно, как работает. А в работе уже мы увидим в поле, как мы будем носить. Я думаю, несколько видео я сниму. Всем удачи!